Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с каббалистом Михаилом Лайтоновым. Добрый день. Вот Ангела Меркель, я, честно говоря, не думал. Она собирается баллотироваться на следующие выборы. В 2016 году она отметила, мир не стал более сильным и стабильным, а лишь слабее и еще более нестабильным. Конечно, конечно. То есть мир идет к абсолютной анархии. Меркель, она абсолютный вот такой вот неолибералист. Мир должен быть объединенным. Мир должен быть общим. Это вы уже говорите? Нет. Это эти неолибералисты говорили. Никаких границ, все общее, делайте все, что хотите. Пускай приезжает хоть весь мир в Европу. Неважно. Неважно. Мы верим в то, что именно вот такая вот каша, она в итоге приведет к правильному равноместному состоянию. Они считают, что именно вот свободный рынок во всем, в обществе, в государственном управлении, в политическом, в экономическом, во всем, во всем он, в принципе, сам себя срегулирует. А в итоге казалось, нет. А почему нет? А потому что эгоизм себя регулирует. Вот это они не учли. Ну, это же, в принципе, так просто. Вот каждому хочется видеть, что им руководит здравый смысл. А здравый – это уравновешенный эгоизм. Они неограничены. А если бы они это поняли, что нужен урегулированный эгоизм, что бы тогда происходило? Они не могли бы этого понять. И вообще прийти к этому никак не могли. Они были очень далеки от того, чтобы идти в равновесие между двумя линиями в третьей линии. Это то же самое, что было с Троцким. Они считали, что нет возможности обуздать человеческое зло, эгоизм, только как репрессии серьезной. И тогда мы его прижмем, мы его перевоспитаем. Так что у них были вроде бы благими намерениями Адвым Истин. Точно получился этот ад, который они создали. Сорок миллионов человек погубили. У них были намерения благие. А вот здесь… То же самое были благие намерения. Ну, наоборот, было не то, что мы должны уничтожить вот это плохое, а наоборот, в человеке есть много хорошего, и мы сможем объединиться. Вот что они говорили, да? Вот либералисты, правильно? Ну, либералисты считали так, но они считали, что это произойдет каким-то образом самим собой. Ну, где? То есть, с одной стороны, умер неолибробизм в Европе и ведет к фашизму. И в итоге мы видим, что по всему миру в любой стране приходят диктаторские фашистские режимы. Это то, что и говорил великий Баля Сулам о том, что после капитализма необходимо окунуться в фашизм или сразу же можно перескочить в социализм каббалистического типа. Трампа. Вот Трампа знаменовал в эту черту, которую сейчас надо хорошенечко провести, такую жирную, как можно более яркую, показать все это. Вот я обнаруживаю, вот смотрю, как сценаристам говорю, в каждом вдруг проявляется внутри Трампа, в Меркель проявляется Трамп. А теперь, да, он открыл дверь. Он проснулся в каждом. Да, да, Трамп проснулся в каждом. Это вообще. Он сам не понимает, что он делает, конечно, он как марионетка. То есть, творец так разбудил Трампа. Да, вот это интересный сейчас период, когда Трамп будет в Америке, а не в Европе. И как они начнут, может быть, действительно вместе что-то создавать и одновременно с Россией. То есть, вы считаете, что могут возникнуть Трампы в Германии, во Франции, естественно, да? Я уверен, что нет другого выхода. В Квеции, Аравстане. Или война. Но война это уже просто, это, 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 ну, это все. Человечеству кранты, как говорится. Да. Поэтому я думаю, что даже Китай сегодня, Индия, Россия, Европа, Америка, они должны, конечно, сделать все для того, чтобы договориться между собой и создавать новый строй, действительно коммунистический. Какой? Коммунистический. То есть, вы не договорились. А это или нацизм, или коммунизм. Одно из двух. Коммунизм в понимании? В понимании Кабалы. Да, то есть, когда все ради коммуны. То есть, коммуна, связь между людьми, она определяет их движение вперед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова